Зачем искусство? Этот непростой вопрос, ответ на который пытаются найти самые великие умы человечества, стал темой очередной лекции в рамках интеллектуального клуба «Химия слова». Валерий Бондаренко, педагог, филолог, кинокритик и киновед, рассказал об искусстве как об исключительном способе человеческой деятельности. Елена Туманова расскажет подробнее. Интеллектуальный клуб «Химия слова» для тольяттинцев стал популярным местом проведения досуга. Здесь встречаются, знакомятся, обмениваются мнениями. Но главное – это пространство, где горожане могут абсолютно бесплатно получить новые знания в самых различных областях науки и искусства. В этот раз темой очередной лекции стало именно искусство. Я считаю, искусство необходимо для человека, для того, чтобы развивать его душу, нравственность. Я считаю, что это самое главное. Чтобы украшать нашу жизнь, чтобы переосмысливать ее, преобразовывать. Очень сложный вопрос. Зачем искусство на ваш взгляд? Пошел узнать. Пока не знаю. Ответов нет. Ничего удивительного. Ответ на вопрос «Зачем искусство» не могли дать ни Платон, ни Шопенгауэр, ни Гегель, ни другие самые великие умы человечества. Об этом феномене тольяттинцам рассказал киновед, кинокритик и член Союза кинематографистов России Валерий Бондаренко. Эту лекцию я читаю всю свою жизнь. Я ее каждый раз читаю по-разному, потому что, ну, может быть, что-то и повторяется, потому что в моем представлении знать об искусстве нельзя. Валерий Вениаминович, опираясь на опыт мировой культуры и философии, артистично представил материал. С тонкой иронией, образно и сложно сочиненно. Человек – существо многоэтажное. И как существо многоэтажное, жить ему трудно. Поскольку повседневность все время нас пытается сбить на один этаж. Ну, во-первых, там как-то приятно, когда все ходят на одном этаже, для всех все видно где, вот, как-то все управляемо и так далее. Но как раз человек-то, в этом его уникальности, он все время пытается, вот, ну, как сказать, осуществить какой-то вертикальный прыжок или вертикальное падение. И путает все карты. И если бы он не путал все карты, не было бы искусства. Лекция Валерия Бондаренко про то, что многие состояния жизни мы можем пережить, только создав их. И как созданные истории впоследствии становятся общечеловеческой судьбой. Искусство как высокая игра с мыслами. Полную версию лекции вы сможете увидеть на телеканале «Тольятти-24» предстоящие выходные. Елена Туманова, Александр Туровский, Новости Тольятти.